Привет ребята! За все время существования канала нам часто приходилось сталкиваться с обработкой стекла. Так например мы делали баллистические гели и для этого нужно было склеить форму из стекла. Или когда снимали видео про пчел в прозрачном улике, нам нужно было вырезать стекло у подходящих размеров. Да и чтобы построить жилище для золотой рыбки, навыки работы со стеклом тоже пригодились. Но при этом мы ни разу не показывали как именно режем стекло и каким способом вообще можно его порезать. Традиционный способ обработки стекла это его порезка при помощи стеклореза. Существует несколько видов стеклорезов, но если вам нужно порезать прямыми линиями обычное стекло, то сгодится самый простой инструмент. Режущей кромкой стеклореза мы режем или правильнее будет сказать царапаем стекло. Делать это нужно по линии будущего разреза, ну или точнее по линии излома. После этого следует положить стекло на край стола, при этом совместив царапину и угол. И резким движением отломить лишнюю часть. Если вы все сделали правильно, то должен получиться четкий излом ровно по той линии, которую вы нацарапали. Но можно ли резать стекло другим способом? Например обычными ножницами. Если вы попытаетесь это сделать, то у вас ничего не получится. Стекло будет крошиться и ломаться совсем не так как надо. Или же вы и вовсе сломаете ножницы. Но это совсем не значит, что нельзя порезать ножницами стекло. Давайте попробуем сделать это под водой. Для начала закрасим стекло маркером, иначе стекло под водой будет невидимым. Готово. Теперь возьмем миску, наполним ее водой и опускаем туда. Это фиаско братан! Да, мы и совсем не подумали, что у нас миска тоже красная. Теперь стекло точно не видно от слова совсем. Что ж, по-быстрому перекрашиваем стекло в черный цвет и продолжим эксперимент. Теперь другое дело. Стекло ведет себя совершенно по-другому. Оно стало намного легче поддаваться порезке и уже не крошится в хаотичном порядке. Буквально за несколько секунд нам удалось отрезать закругленный угол. При этом место отреза не дало каких-то непрогнозируемых трещин. Продолжим эксперимент и попробуем придать куску стекла какую-то геометрическую форму. Конечно, нельзя сказать, что резать стекло таким способом просто. Для этого нужно прилагать немаленькие усилия, но тем не менее способ работает. По итогу нам удалось придать стеклу форму яйца. Да, может быть края и не идеально ровные. На стекле присутствуют сколы, но при этом общая форма выдержана. А что предпринять, если нужно проделать отверстие в стекле? Обычно для таких целей используют специальное сверло по кафелю или стеклу. Оно отличается от привычного нам сверла и больше напоминает копье по форме. Но несмотря на свой странный вид, такое сверло вполне справляется со своими задачами. Попробуем просверлить вот эту чашку. Сверлить стекло нужно на малых оборотах. После того, как сверло врезалось в поверхность, можно добавить скорости вращения. Как видим, сверло прекрасно справляется со своей задачей. Но что делать, если под рукой нет такого сверла, а дырку в чашке все же сделать охота? На помощь придет обычный гвоздь. Мы воспользуемся все тем же лайфхаком и поместим чашку под воду. Никаких особых секретов здесь нет. Главное, чтобы поверхность, которую мы хотим пробить, находилась под поверхностью воды. Сам гвоздь при этом может находиться снаружи. Вот такая кружка для гостей у нас получилась в итоге. А теперь давайте посмотрим, что будет, если не поместить чашку под воду и попытаться повторить точно такой же фокус. Как видим, в таком случае ни о каком аккуратном отверстии и речи быть не может. Дно чашки просто вышибло. А что если попробовать пробить таким способом отверстие в ровном куске стекла? Для того, чтобы была какая-то опора, положим стекло на чашку под водой. Да, с обычным стеклом такой фокус не пройдет. Зато нам удалось снять крутое слоу-мо. Двигаемся дальше и посмотрим, как можно резать бутылки в домашних условиях и без специального оборудования. Для этого нам понадобится, собственно, бутылка. Как видим, у нее довольно толстые стенки и шерстяная нить. Обмотаем бутылку ниткой в несколько оборотов. Выравниваем. Именно по этой линии и будет проходить наш будущий разрез. Почему нить именно шерстяная? Это нужно для того, чтобы она как можно лучше пропиталась бензином. Можно взять любое горючее. Мы взяли специальный бензин для зажигалок, от него меньше всего копоти. А вот спирт я не рекомендую, он очень быстро испаряется. Все готово и поджигаем. Важно прогреть бутылку по всему диаметру равномерно. Медленно проворачиваем вокруг своей оси. Ну, думаю, достаточно опускаем в воду. Есть. Мы получили практически ровный срез. За исключением одного выступающего участка. У нас получилась практически готовая пепельница. Но как можно улучшить результат и получить еще более ровный срез? Для этого нам понадобится нехромовая спираль. Она используется в бытовых обогревателях и других нагревательных элементах. И достать ее не составит труда. Отрежем небольшой кусок и зафиксируем края проволоки при помощи болта и гайки. Так будет удобнее держать ее вокруг бутылки. Также нужен источник питания на 12 вольт. В нашем случае это зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Выбираем напряжение 12 вольт. Зафиксируем нехромовую нить крокодилами и оборачиваем ее вокруг бутылки. Подождем где-то полминуты. После чего нужно резко опустить бутылку в холодную воду и вуаля. Мы получили трещину по всему диаметру бутылки. И на этот раз разрез получился намного лучше, чем при использовании шерстяной нити. Но все же не идеальный. Чтобы еще более улучшить качество реза, используем бормашину. Она нужна, чтобы вырезать на поверхности бутылки небольшую канавку, в которую будет ложиться нехромовая нить. Таким образом мы попытаемся добиться того, чтобы трещина прошла идеально прямо. Итак, канавка готова. Заправляем в нее нехромовую нить и повторяем эксперимент. В этот раз бутылка треснула даже без опускания в воду. Посмотрим, что получилось. Срез вышел идеально ровным. Если доработать стекло наждачной бумагой, то мы получим практически идеально ровные края. А теперь лайфхак. Многие из вас видели, как не особо умные люди пытаются разбить о голову бутылку из-под шампанского. В большинстве случаев эти попытки заканчиваются печально. Пускай этим занимаются профессионалы. Но нет ничего невозможного, если знать один небольшой секрет. Для того, чтобы бутылка легко разбилась, ее нужно соответствующее подготовить. Обматываем бутылку капроновой нитью. Это создаст давление на стенки бутылки. Наматывать нить нужно очень плотно и это занимает много времени. Поэтому этот момент пропустим. Когда бутылка готова, нужно опалить ее в огне. Мы используем наш булерьян. А вообще подойдет и обычный костер. Тут главное не перестараться и придать бутылке нужную температуру. Мы держали бутылку около минуты. Затем опускаем ее в воду. Сразу же видно, как по бутылке пошли микротрещины. Это очень ослабляет прочность бутылки. И теперь она готова рассыпаться от малейшего удара. Проверим это. Все получилось. Бутылка разбилась от не слишком сильного удара. И главное, это было безопасно. Не жалеем своих лайков. Сегодня все, пока. Пока-пока.